МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасском краеведческом музее сразу несколько значимых событий. Во-первых, прошли третье межрегиональное чтение, посвященное известному хакасскому ученому Леониду Козласову. О них подробнее чуть позже, а сейчас я хочу рассказать об уникальной выставке, которую в Хакасию привезти удалось благодаря конструктивному сотрудничеству с Музейным объединением Музея Москвы. Какое видели столицу России в разные моменты истории художники 20 века, давайте посмотрим вместе. Время, меняющее город. В названии выставки тема экспозиции, представившей нам этапы жизни столицы России от большой деревни до мегаполиса 21 века. Работа уникальная, дающая представление о зданиях, ставшими символами и неизвестных уголках большого города. К примеру, Виктора Календа, настоящего бытописателя Москвы 20-40-х годов. Настолько популярного в свое время, что по его полотнам были сделаны репродукции, выпущены несколько серий открыток в госзнаке или Игоря Абросимова, основателя сурового стиля, запечатлевшего возрождение храма Христа Спасителя. Согласитесь, и архитектура, и атмосфера, и портреты жителей, все воспринимается сквозь призму отношения художников. Наталья Музалевская, заведующая сектором изобразительного искусства Объединение музея Москвы, была знакома со многими из них лично. Мне очень дорог Борис Федорович Рыбченко, работа которого «Московские крыши» 43-го года представлена здесь. Он прожил очень долгую жизнь и тоже очень любил наш музей. Что-то дарил, что-то мы приобретали через фондово-законочную комиссию. Но это Москва, начиная с 20-х годов вплоть до середины 80-х. Разные жанры, разные техники, разные настроения, но чувствуется, каждый из художников по-своему любит Москву. Вы любитесь в нее и вы, если посмотрите уникальную экспозицию. Кстати, это ответный проект. Хакасский краеведческий с большим успехом представил в Первопрестольной выставку «Петроглифы Хакассии», которую можно считать началом плодотворного сотрудничества с Объединенным музеем столицы. Когда Центральные Московские музеи приезжают к нам и показывают свои фонды, мне кажется, это событие для жизни Республики Хакассии. У нас одно музейное сообщество. И когда вот это музейное сообщество объединено и консолидировано, тогда получается такие замечательные выставочные проекты. Выставка «Время, меняющее город» будет демонстрироваться в Хакассии в течение месяца, а потом вернется в столицу, куда наш хакасский краеведческий тоже повезет экспозицию художественных работ. Кроме того, в музее прошли третьи межрегиональные краеведческие чтения имени видного российского ученого, доктора исторических наук, действительного члена Российской Академии естественных наук, профессора и почетного профессора Московского университета Леонида Козласова. Участие в них приняли больше 70 человек. Какие проблемы обсуждали, расскажем прямо сейчас. Ученые, общественные деятели, сотрудники музеев Хакассии, Красноярского края, Иркутской области, Чукотки, Таймыра собрались, чтобы обсудить роль научных изысканий в области этнографии, исторического краеведения, музееведения в решении актуальных задач современной культуры, а также обозначить проблему. Массовые археологические исследования во многих регионах прекращены, нет финансирования, памятники уходят в небытие. В Красноярском крае, к примеру, благодаря созданию водохранилища подмываются грунтовые могильники. Михаил Пьянков, директор Новоселовского исторического музея, обозначил и еще одну болевую точку. Так называемые черные копатели активизировали деятельность. Буквально в прошлом году мне пришлось выезжать трижды по вызовам, когда работали черные археологи. В первую очередь нужно разумное и понятное для всех государственное законодательство, которое на сегодняшний день, к сожалению, хромает в этом отношении. То есть привлечь черного археолога можно только тогда, когда ты его в раскопе за руку поймал. Поиск системного подхода к решению – одна из важнейших задач, как и нового материала о значимых в регионах людях. Для Хакасии это, к примеру, известный поэт-драматург Михаил Кильчичаков, скульптор-миценат Ирина Карачакова. В следующем году им исполнилось бы по 95 лет. Это Леонид Кызласов, имя которого носит краеведческий музей и 90-летний юбилей, которого республика будет отмечать весной 2014-го. Напомню, родился наш знаменитый земляк в маленьком селе Усть-Абаканского района. В раскопках участвовал с детства, жизнь провел в экспедициях. Он создатель метода этнического определения древностей, фундаментальной базы для изучения истории и этнографии Сибири, Средней и Центральной Азии. Выдающийся вклад ученого в канун его юбилея отметил Совет Старейшин Хакасского народа, наградив первым орденом Аллыпа. Орден Аллыпа – орден личности, выдающейся личности, такого героя, национального героя, который совершил выдающиеся дела и получил выдающиеся результаты. Таких людей у нас немного. Наверное, этот орден будет не столь часто применяться, потому что для этого действительно нужно здорово поработать. А Леонид Руманович, он действительно та личность, которая для Хакасии сделала, но самое главное – восстановил историю. Благодаря его работам, которых более 350, мир узнал и о Хакасии. А теперь Хакасия откроет миру, возможно, новые странички жизни археолога-востоковеда, доктора исторических наук, действительного члена Российской Академии естественных наук, почетного профессора Московского университета Леонида Кызласова. Уже сегодня в программе празднования 90-летия десятки мероприятий. Десятки выставок, спектаклей, концертов, творческих встреч проходят в Хакасии сегодня. Национальная библиотека имени Доможакова проводит благотворительную акцию по древесельской библиотеке «Новую книгу». Надо отметить, проект успешный. В прошлом году в его рамках было собрано 900 с лишним экземпляров на сумму более 130 тысяч рублей. В этом старт дан всего три недели назад. Подводить итоги рано, поэтому сейчас информация о ходе акций и условиях. Вот оно, настоящее богатство. Энциклопедии, специальная научно-популярная литература, книги художественные, взрослые детективы, любовные романы и детские сказки-приключения. Десятки наименований изданий получает главная библиотека республики «Национальная» имени Доможакова, в отличие от муниципальных, финансирование которых оставляет желать лучшего. Фонды сельских библиотек практически не обновляются. Новые книги поступают примерно где-то 10 книг в год. Поэтому мы и решили провести подобную акцию, чтобы пополнить фонды сельских библиотек новыми книгами. Традиция «дарить книги» существует с появления первых общественных читален. Во все времена на Руси находились образованные люди истинные меценаты, которые делились с библиотекой, книжными собраниями, коллекциями, изданиями. Сегодня таких активных тоже немало. В прошлом году сразу несколько организаций специально закупили новые книги, чтобы подарить сельским библиотекам. За счет этого в одну только бейскую, межпоселенческую, районную поступило около 400 книг, что позволило обновить шестую часть фонда. Вклад весомый. Но все равно, чтобы полностью обновить фонд, этого недостаточно. Особенно остро требуется детская литература, в которой издание для первого знакомства с книгой должно быть иллюстрировано, красивые, яркие, сочные книжки для детей. И поэтому мы прибегаем вновь к акции «Подари книгу» в сельскую библиотеку. В этом году она завершится 10 декабря. Участниками могут стать все – органы государственной власти и предприятия, общественные организации, учреждения, учебные заведения и частные лица. Книги принимаются самые разные, но в хорошем состоянии и не ранее 2009 года выпуска. Если есть возможность, примите участие в акции. Книги принимаются в муниципальных библиотеках и республиканской, национальной имени Доможакова. Успевайте принять участие. А еще успевайте смотреть нашу программу. Напомню, следующий выпуск через две недели. На этом сегодня все. Если есть вопросы, интересные темы, звоните. Контактный телефон в Абакане 22-72-82. А теперь я прощаюсь с вами. Проведите с пользой ближайшие выходные. Желаю прекрасного настроения и хорошей погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok